Весны, утеши, ты любишься, и ты живи здесь, и ты все исполняешь сокровища благих, и жизни подателю принеси лица мы, и очисти мне от всяких сверней, и спаси, блажен души нас. Господи, ради имени, и спасителя нашего Христа, молим тебя, благослови предстоящее занятие, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов твоих. Прыбудь с нами и в сей день беда. Хвала тебе, честь и поклонение, отец, сын и святой дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Итак, мы проходим послание святого апостола Иакова. Напомню, что на прошлом занятии мы говорили об языке. Третья глава начинается такими словами. «Братья мои, немногие делаете с учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению». И вот апостол предупреждает, что учитель в первую очередь должен сам знать и иметь то, чему учит, иначе он подлежит большему осуждению. Дальше вот язык сравнивается с небольшим членом, с рулем корабля. Дальше четвертая глава говорит о распрях. «Откуда же у вас вражды и распри не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вот поговорили мы о распрях, о молитве, что просим и не получаем. Почему просим и не получаем? И дальше Яков сравнивает в четвертом стихе лжеучителей с прелюбодеями и прелюбодейцами. Он их прямо так и называет. И говорит, что кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Итак, пятый, шестой стихи. Вячеслав, читайте. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Толкование. Апостол как бы так говорит. «Я собственными словами убеждал воспользоваться своей мудростью правильно и неосужденно, чтобы вы по гордости не злоупотребляли ею, не подделывали и не извращали истинного учения. Если вы же желаете наставления и отписания, то слушайте. Господь гордым противится. Если Он гордым противится, а мы противимся обыкновенно врагам, то без сомнения гордые должны быть причислены к врагам, ибо Писание напрасно, без основания или по зависти не заповедует нам невозможного, но сильно желает, чтобы через Его увещевание вселилась в нас благодать. Поэтому, если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом и получите благодать через возвышение от Него. Гордость есть надменная до крайности злоба, но отлично от самомнения. Гордость воздымается над подчинёнными Ей, а самомнение над тем, чего вовсе не существует. Отличается и скромность от смирения. Скромность или смирение. Скромность и смирение прямо противоположные гордости есть великое благо. И так как то и другое бывает в нас по нашему произволению, то всякий, возвышающий себя по гордости, осужден уже и уничижается от Господа. Тогда как того, кто сам себя уничижил по скромности, он возвышает своё время. Ибо самое упражнение в смирении возводит приобретшего оное на духовную высоту. И комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на слова «не подделывали и не извращали истинного учения» и ещё на фразу «если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом». Итак, комментарии. В Библии известно около 500 имён Божьих, и все они чудны и сладостны. «И выше всех имён Божьих только Библия». Псалом 137, 2. «Ибо ты возвеличил слово твоё превыше всякого имени твоего». «Если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом». Отсюда легко заключить, что кто не покорен Писанию, тот не покорен и Богу, и не смиряется пред Ним, заповедавшим нести святое благовестие всему миру. Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто хочет только стоять в храме и не благовествовать миру о жертве Христовой, тот напрасно молится. Молитвы его Бог не услышит». Притча 28, 9. «Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитвы мерзость. Если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом». «Да, Тихонич, добавите ещё что-нибудь?» «Ну, тут добавлять-то практически нечего, только Слово Божие живо и действенно. Всегда любое слово нужно переносить, в мире называется экстраполяция событий, во временной форме на сегодняшний день. И после этого, последний шаг, применить к себе. Как мы это увидим? Я не знаю, как Лев Толстой говорит, под старость стал слаб глазами. А какой случай был? Я маленько отверну в сторону. Он увидел на поле юноша, там, и подошёл Лев Толстой. Он говорит, как у тебя состояние? Он говорит, да как, в армию забирает, рекрутирует. Я постоянно спросил, а ты меня прости, я спрошу, а ты женщины знал? Он говорит, нет. Я, говорит, прослезился и сказал, какой ты молодец. Вот так точно здесь. Вот это девственное состояние перво-христианской церкви. Знаем мы или нет, сохранили ли его? Идите и несите благую весть. Как могли посмотреть это вселенские соборы, на которых присутствовало в общей сложности полторы тысячи епископов? Даже сказать нельзя. И на первое место Слово Божие нигде не вышло. Символ веры. Такие глубины касаются. Почему в символ веры не везли такое? Не исповедовать тех, которые не благовествуют. Это чужие люди. Не благовествуют. То есть они не умножают талант. Свяжите по рукам и ногам, выбросьте, возьму внешне. Эти люди, проклятые Богом. Как можно было это не видеть? Как можно не плакать, читая это сегодня? И это все сегодня продолжается. На исповеди священник должен спрашивать. Отчитал ты на этой неделе Святую Библию? А ты рассказал о Святом Господе Иисусе Христе, его жертве кому-то? Нет. Отойди от меня, окаянный. Не оскверняй храм. Иди, соприкоснись со Словом Божиим на практике. И тогда придешь и рассудим. Ведь этого нету. Чисто механически. Пришли, стоим. Как говорит, павлин распустил хвост, как один привел, говорит, сектантов. А они побыли выше. А что это у вас, говорит, говорили, епископа? Почему он как павлин хвост распустил? А где Христос? Все еще это мишура какие-то, блески, пуговочки расстегиваете. Почему о Христе-то он не сказал ничего? И с тех пор я, говорит, сектантов никогда не привяжу в храм. Закрыв лицо, как спиридон Кислюхов. Миссионер ушел, и упал, и плакал, и плакал до вечера. Как этого не видеть? Это все кричит об этом. Тысячу лет в России было христианство, и не было Евангелия. Не было. Да как Бог мог терпеть до 1917 года? Не уничтожить их всех подряд. Ведь это не два, не три, 57 тысяч храмов, 1275 монастырей, около 200 тысяч монахов. Монахини, все, Бог пустил под нож. Мы сегодня на грани стоим. Снова это повторится. Деньги, деньги Мамона. Вот о чем нужно говорить, добавить. Эти слова расширить надо, применить к себе. А я участвую в этом. Как Златоуз говорит, я ничего не успею сделать, если вы не понесете слово, которое здесь слышали от меня. Но пришли на эти занятия, я уже говорил, вы начинайте там как-то зондировать почву. У вас же есть рядом люди. Начинайте сами такое же занятие образовывать. Ну что ж, из такой дали приходят, ну подумайте, может быть действительно вас Бог наградил талантом, а вы и не знаете свои таланты. Отошел. Кто-то хочет еще сказать. Сергей, я добавлю немного. Пожалуйста. Я хотел внимание обратить на толкование, слова толкования. Люди ищут благодать через вещественные предметы. А толкователь говорит, чтобы через его увещание вселилась в нас благодать. То есть Божий Филат говорит, что если человек хочет приобрести благодать от Господа, он должен вникать в Слово Божие и исполнять его. И эта благодать проявится в нем через дела, там проповедь, Евангелие, подаяние, милостыни и других добрых дел. Также вот другие слова толкователи. Если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Господом. Если мы покорны Писанию, то мы будем слушать, что Бог говорит. Господь говорит Матфею, вот Игнатий Иванович говорил про благовестие. А вот, например, Господь говорит, не клянитесь, там другая заповедь, любите врагов ваших. Как и апостол Павел говорит, что не птите за себя возлюбленным, дайте место гневу Божию. Все, Господи, буду молиться за врагов и делать им добро и так перед всеми заповедними Божьими. Смиряясь и этим самым приобретая себе благодать. То есть, как он... Серафим Саровский говорил, что должен стяжать Духа Святого именно через это. Смиряясь перед заповедними Божьими, исполняя их. И еще вот тут есть толкование слова. Уничижайте, уничижается от Господа этот человек. Я вспомнил место Писания, у Серафа есть 1 глава, 30 стих. Не возноси себя, чтобы не упасть, и не навлечь бесчестья на душу твою. Ибо Господь откроет тайны твои уничижить тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренне к страху Господню. И сердце твое полно лукаства. Это я вспоминаю место, это случай, вот как было с Саулом, как он возгордился, Господь его смирил и на его место поставил Давида. То есть, очень яркий пример. Ну и как с Мухадоносором тоже было, как Господь его смирил. А потом, когда он очухался, он покаялся, и Господь опять его вознес на трону его, царство его. Ну и Господь еще та же, вот я вспомнил Серафа в 10 главу, там с 14 по 21 стих говорит, что Господь уничтожает целые народы, гордых именно, а на их место насаждает смиренных. Все, я отошел. Ну и я еще добавлю, что смирение именно перед Словом Божиим, перед Библией, а не перед людьми, которые, кстати, могут и тоже Слово Божие преподавать искаженно. Впереди мы об этом проходили, читали, и Яков их называет прелюбодеи и прелюбодейцы, которые хотят вот и соправник, и двоедушный, и дружить с миром, и служить Богу, и Господь говорит, невозможно служить Богу и мамоне. А сегодня все-таки, да, вот Игнатих Игнатих, и да, мамона, деньги, деньги, деньги. Деньги, отсюда искажение священного писания, потому что язык прекрасной неправды. Ну и они начинают проповедовать, что вот, любить нужно вот врагов своих, а врагов отечества нужно убивать, и начинается, и пошло, и пошло, и пошло. Вот, вот, сколько раз уже упоминали о разводе, что 12 причин, по которым можно развести с места, одним, которые Господь оставил. Почему? Ну, потому что хотят угодить не Слово Божие, не смириться перед Словом Божиим, а угодить вот этим вот людям, которые приходят в храм, жертвуют, не обидеть их, и, пожалуйста, все разрешим, грех, как вот говорится. Продолжим. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да превратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Покрование. «Доедушными называют апостолов тех, которые не хотят жить однообразно, но постоянно водятся и увлекаются насилием людей и не живут в Доме Господнем единомысленно, ибо Бог вселяет единомысленных в Дом». Псалом 67.7 и Иов 2.4. Вячеслав, найдите. Там такого нету стиха, там и о другом говорится, я уже проверил сегодня. Иов именно 2.4. Псалтирий есть. Ну хорошо, сейчас Псалтирий, Вячеслав, прочтите. 67.7, да? Или что там? Псалом 67.7. Читаю. «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Интересно, «одиноких вводит в дом, а непокорные остаются в знойной пустыне». «О каком одиночестве здесь речь может кто-нибудь пояснить?» Вячеслав, «одиноких вводит в дом, хорошо». Идем дальше тогда. Вячеслав, по 11-12. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Толкование. «Апостол знает, что гордость, начиная презрением и злословием, доводит тех, которые наступают на кротких, до совершенного уничтожения». Уничижения. Уничижения. Прошу прощения. Уничижения. «Отвлекая их от всего, он хочет настоящим предложением уцеломудрить их». Слова «осуждает закон» — значит, презирает, ибо осуждающий делает это из презрения. Какой же закон осуждает он? Во-первых, тот, который повелевает «Не судите и не будете судимы» — Лука 6, 37. Во-вторых, тот, который высказан в Псалме «Тайны клевеющего на ближнего своего изгоню» — Псалом 100, стих 5. «А так как это происходит от презрения, прибавляет, что если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, ибо захочет ли кто жить под властью того, кого презирает? Итак, не располагайся, — говорит, — уничижать и как бы противоузаконять, ибо это не отпустится тебе, потому что один только законодатель — Бог, могущий спасти и погубить преступников своего закона, ибо наказывать преступников закона властен закон и законодатель, а ты не имеешь ничего более пустословия, и сам навлекаешь на себя приговор осуждения, ибо делая то же самое, что осуждаемый тобой, ты, насколько его осуждаешь, настолько осуждаешь и самого себя. Говорит уничижительно. Когда ты сам таков, то как смеешь судить подобо страстного? Кто-то хочет высказаться? Ну тогда я скажу. Я вот хочу здесь обратить внимание на слова. Так, Ольга у нас вылетела. Вот обратите внимание на слова. Значит, часто мы слышим, да, вот не суди, ты не судим будешь, не суди. И когда начинаешь человека обличать в грехах, увы, вместо того, чтобы услышать в ответ знак благодарности, там, как вот за кого-то учат. Если обличили тебя, даже вот и несправедливо, ну поцелуй за намерение исправить тебя. Нету этого. А здесь вот мне хочется обратить внимание на вот какое-то рукование. Законодатель Бог, могущий спасти и погубить преступников своего закона, ибо наказывать преступников законом власть, закон и законодатель, а ты не имеешь ничего, более пустословия, и сам навлекаешь на себя приговор осуждения. С этим все согласны, что Бог, да, судья, мы на место Бога не встаем. Но дальше тут запятая. А мы часто ставим точку и никого не судим, всех людям никого не осуждаем. Где запятая? Ибо делая то же самое, что осуждаемый тобой. А теперь вопрос, а если я не делаю то, в чем осуждаю другого? Значит, это уже ко мне не относится, значит, я уже не судья. И Бог не может меня за это осудить. То есть я не делаю этот грех, в котором якобы осуждаю другого. Тогда это уже обличение же получается, а не осуждение. Я не делаю. Ну, не я конкретно, а я имею в виду человек, который хочет спасать, обличать и нести слово доброе. Правильно я рассуждаю или нет? Кто может ответить на этот вопрос? Еще раз прочитаю. Ибо делая то же самое, что осуждаемый тобой, ты насколько его осуждаешь, настолько осуждаешь и самого себя. Это понятно. То есть если я пьянница и говорю, ну, давайте ребятам просим пить, а сам по вечерам выпиваю. Понятно, мне скажут в ответ, да ты за собой смотри. Или вот в Каринской церкви там вообще блудник один был, учитель. Чему может блудник научить? Конечно, его предали там сатане и воизмождение оплодит. Или еще там какие-то грехи. Но если человек не повинен ни в чем, и начинает учить других и обличать, а ему в ответ, да ты не суди, ты не смиренный, ты гордый. В чем он гордый и не смиренный? Слово Божие говорит, не обличая пред всеми, чтобы прочий страх имели. Он и делает по Слову Божьему. А кто в ответ вот так вот говорит, это вот уже и от несмирения. Потому что ему не хочется исправляться. Слова ходят, как иглы. И он в ответ начинает выдумывать, а не судите и трогайте нас. Понятен смысл? Я правильно рассуждаю? Или у кого-то другое мнение? Потому что ни в коем случае никого не нужно судить. Ну, можно скажу немножечко. Ну, естественно, ты абсолютно правильно говоришь, что человек, который следит за своими устами, за своими поступками, за своим поведением, вот он постоянно осаляется послушанием ко Господу, старается трезвиться, бодрствовать. Естественно, это же происходит не за годы. На это полагается вся наша жизнь. Здесь и говорится, чтобы мы как бы отдались, предались Господу нашему. вот, то, естественно, таков человек он имеет право где-то подсказать, где-то поучить даже, вот, где-то обличить, вот, но на то мы обратно же должны понимать, что во всем и всегда и над всем первое место мы должны давать Богу. Скользкий здесь путь, конечно, наши эмоции, вот, наше мнение, как мы думаем, наши взгляды, прав он или не прав, вот, естественно, но во всем, вот, святые люди, божьи люди, кому мы должны подражать, то есть, хотел бы немножко поучаться от них, чтобы на самом деле возрастать, вот, духовно, возрастать себя в вере, чтобы на самом деле быть похожими, как мы вот слышали в предыдущих наших беседах, на сыновей Божьих, сыновей света, вот, к этому мы должны естественно стремиться, но во всем мы должны знать, как христиане, что над всем и во всем, везде и всегда, повсюду стоит Господь, стоит Господь Духом Святым, он знает ситуацию, он знает этого человека, и вот здесь нужно быть, вот, именно чутким к Духу Божьему, для того, чтобы свершить не свое делание, такое человеческое, которое может повредить, наломать дров или что-то еще подобное, но дать место Господу, именно доверить Ему эту душу, и естественно, по вдохновению от Святого Духа Бог нас одаривает этим, чтобы мы правильно обратно же подсказали, правильно, отодвинули, слушай, здесь не единство, стоит капкан, подожди, стой, тут болото, слушай, будешь пить, у тебя уже печень разложится, ты однажды умрешь, это сто процентов, естественно, мы должны в этом трудиться, но в первую очередь, как бы, вот, мы должны возрастать сами, духовно, во спасении, и вот здесь одиннадцатый стих, он очень серьезный, ведь сегодня практически, вы знаете, нет такого злословия, вот даже в мире его не услышишь, в принципе, как злословие, вот происходит явным образом среди религиозных людей, вот они топчутся на месте, все спорят, доказывают свою правоту, кто прав, кто не прав, кто святой, кто больше верующий, кто больше духовный, его так не клянут, злословят, сплетничают, распускают худые слухи друг про друга, и этим всем сатана просто, он топит этой мздой, вот этой мерзостью, мира сего, чтобы захлебнулся вот этот христианский мир и не осталось ничего светлого, вот здесь, естественно, мы должны как бы очень сильное наше как бы посвящение отдать тому, чтобы не впасть вот на этот скользкий путь в это искушение, но бодрствовать, еще раз говорю, бодрствовать над своими словами, над своими мыслями, призвиться в своем сердце, в своей жизни, для того, чтобы и себя спасти, и другим помочь. Вот, спасибо за внимание. Благодарим. Мысли ясна. Итак, 13 стих, читай, Алексей. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Толкование не уничтожает произволение, но показывает, что не все зависит от самого человека. Нужна и благодать свыше, ибо можно бегать и торговать и совершать все нужное для жизни, но должно приписывать это не собственным трудам, а только человеколюбию Божию. И Еремия говорит, знаю, Господи, что не в воле человека путь его. Еремия 10, 23. И не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Ну и также слова апостола Павла здесь вспоминаются, я более всех вас потрудился, впрочем, не я, но благодать Божия. Да, нужно, конечно, Бог на первом месте, Он судья, и нет у нас права выносить приговор на кто ты судишь, да, чужого раба, вот, но обличать это наша святая обязанность. Эту тонкую грань по мере духовного роста человек начинает видеть и слышать. А грань это в моем мнении, если я этого греха не делаю, уж я за собой знаю, я имею полное право, да не то, что право, я обязан остановить другого человека от этого греха, иначе Бог спросит меня за то, что я промолчал и не остановил человека, ведущего в погибель, не благовестовал ему Христу. А обидится там этот человек, не обидится, Христос говорит притчу о сейте. Вышел сейте лисеет семя. 75% просто бесы поклевали, человек обиделся, ушел, не поверил, отверг, насмеялся. Только четвертая часть упала на благодатную почву. Нужно к этому быть готовым и не останавливаться в благовестии, идти дальше и проповедовать Слово Божие, наставлять других, помогать. Но в первую очередь конечно самому нужно избавиться от грехов. Так Христос учил фарисеев. То есть они учили, но сами не делали. А Христос говорит, учит так. Вот то, что они вам учителя фарисеев эти говорят, вы делаете. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. То есть они учат не пить, а сами выпивают. Учат не блудить, сами блудят. Учат не воровать, сами приворовывают. Вот о чем речь. И Бог с них спросит за это. Ибо если он учит не украдит, а начинает украдить, он сам себя осудит, потому что сам ворует. Вот о чем речь. А если он сам не ворует, думается воровать, отказался в этом грехе. Ничего такого, и нету, что он других призывает, не воровать. Сергей, можно спросить? Да. Ну значит получается можно сделать такой вывод, что человек, которого мы обличаем, а он не принимает обличение, начинает говорить, не любит закон Божий, если ты ему говоришь, что здесь ты нарушаешь, а он вместо того, чтобы поблагодарить тебя, что ты брат, мне помог, я закон Божий нарушаю, но вместо этого он начинает тебя винить, за то, что ты не так говоришь. Ну а если отличная какая-то обида у брата есть на тебя, чем ты может быть его обидел, а он будет обличать, может быть в этом случае лучше промолчать, не обличать брата, а стерпеть обиду. Но если ты его чем-то обидел, то ты-то знаешь за собой, чем ты его обидел? Если брат меня обидел, допустим, а я могу его обличить, но в этом случае лучше промолчать, если дело не касается закона Божия, лучше в себе это все стерпеть обиду. Я твою мысль понял, ты обличаешь его из-за своей обиды, что меня обидели, то, что если человек нарушает закон Божий, то ты же не по любви будешь делать к нему, а вот обиды, то, что тебя конечно здесь по ситуации нужно смотреть, потому что если ты его не обличаешь, грех на тебе будет. Я вот тоже наломать дров, приведите мне пожалуйста пример ломки дров, когда обличает человека, он вот и что такое наломать дров, ну что вот, вот он во грехе, я сказал ему об этом грехе, я этот грех не делаю, какие дрова я наломал, я не себя конкретно имею ввиду, я вообще человек, он не принял, он меня отматерил, он меня там, обличающий кощунника наживет пятно себе, к этому нужно быть готовым, и апостолов принимали, кого из отцов, кого из пророков не убивали отцы ваши, пророков били, всегда гнали, и этому нужно быть готовым, и не бояться, и с благодарностью принимать, и Господь говорит, блаженный выгодно будет неправильно злословить и поносить вас за имя мое, за имя, а имя ты же от имени Господа его обличаешь, не просто то, что тебе вздумалось, что он не так себя ведет, ты же ссылаешься на священное описание на Библию, ты говоришь, в Библии написано не касайся краев бороды, а ты бреешься, или там еще написано второзаконие 22,5 женщина, да не одевайся в мужское платье мужчина вегетеринского, ты ссылаешься, цитируешь, а тебя за эти цитаты и тебя и паном поносил. Можно еще спросить, Сергей? Да, конечно. Ну, вот к нашим обличениям, наверное, какое-то и обсуждение нужно приложить, ведь человека, когда обличаешь, вот действительно, он что-то не знает, где-то ошибся, можно его поправить, обличить, там, ну, мягко ему сказать, не нападать прямо на него, а то иногда бывает, что человек, ну, просто оступился где-то, на него прям сразу набрасывается, как будто он противник Божий какой-то, противится закону, ты скажи ему сначала, обличи, посмотри, как он отреагирует, будет он противиться, дальше спорит с тобой, вот тогда уже можно ревность какую-то проявлять, а то иногда отреагируешься закону Божию, а ты просто, может, оступился, такой же тоже может быть? Да, здесь я согласился с тобой, вполне, и Христос, его вообще распинали люди, убивали, прости ему, Господи, ибо не ведают, что это, что он ведать, не ведать, не ведают, не ведают то, что сына Божия распинают, но человек это, убивать-то, это же грех, они же знали об этом прекрасно, хотя, закон повелевал убивать и прелюбодеев, и вот его обвиняли это в богохуйстве, он может поверить, что да, мы богохуйника распинаем тут, тут тоже надо смотреть по ситуации. Игнать Тихонович, может, Вы что-то еще ответите по этому обсуждению? Здесь уже много было сказано, перескажем. Есть место писания, которое прямо повторить необходимо. Книга пророка Сираха, 21 глава, 30 стих. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Понимаете, как страшно. Даже сатану проклинать, а сам живешь во грехе, то ты проклинаешь себя, а не сатану. И далее идет подмена слов. А подмена слов следующим. Вот смотрите, новое слово любому человеку скажи, который ходит в церковь, скажите, что такое экономия? Он знает экономно, экономно надо жить, меньше тратить денег. А тут экономия. Это означает делать какое-то снисхождение, послабление. И в конечном счете все это уходит как раз к мамоне, к экономии. А как? Ну так. Мы говорим, почему не работают сегодня эпидемии? Отвечают, если я их включу, священник, я останусь один. Я говорю, почему один-то? Никого не надо. Вы первым попадаете под нее. Он согласился. Значит, нужно заботиться не о нравственности, а о признании Христа рождения свыше. И тогда нравственность как естественный элемент рождения свыше будет. Вот заметьте, слово окормлять. Ну, любому на улице спросить, что такое окормлять? Они знают, ну, перекармливать, словарь Ожикова или отравлять. И вот такое слово с таким дурным наклоном употребляют к самому святому, где можно, нужно говорить священникам, чтобы не употребляли. У нас это слово не употребляется. Нужно говорить об этом как? Спокойно, если есть возможность. Его никто не заставляет. Почему не сказать причащать? И когда говорят гордость, вы осуждаете. я разговариваю сегодня с важным человеком из протестантов. А что вы осуждаете нас? Я говорю, а вы не осуждаете? Мы? Нет. Давайте рассудим. Вы толкуете Библию по-своему, вопреки святых отцов. Вы осудили всех, всех до 1639 года, когда первая баптистская община появилась. Вот вы сколько осудили. Вы 16 в столетие осудили, всех сбросили. Вы зачем обманываете себя? Никто так не судил, как вы судите людей. Нужно истинный смысл придать этим словам. И тогда мы увидим суждение, осуждение близкие. А что я сказал? Почему? Вот правильно сказали. Как сказать? Или просто оступился? Да перетерпи никакой не убудец нашего-то. Поговорка русская наплевать да забыть. Но когда слово Божие попирается а тогда меч изножен. Чтобы он всегда был наготове. Потому что это человек говорит враг Божий. Тут грань священное писание. Мы недостойно живем, но таких он упрекает. Какое мы имеем право жить недостойно? Мы не имеем права, мы себе не принадлежим. Повторяю, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Вот это для себя взять и лишний раз рот уже не раскроешь. А из двух вариантов какой лучше? Лучше промолчать. Если не знаешь правильно или неправильно, какая будет реакция, лучше промолчать. Посмотри, куда это выйдет. Может, кто-то встанет другой, умнее скажет. отошел. Как же говорится о нечестивом? А я говорю, а если человек, который не нечестив, он праведен, он не ворует, не тверд, не курит, ну, какой из него, как говорится, спрос, если он других будет останавливать от всей стихи. А нечестивый, понятно, он во грехе, сам в этом во грехе живет и других, он и сатану проклинает, понятно, он сам на себя наводит осуждение, потому что не исправился от этого греха. И написано «вынь прежде бревное своего глаза, лицемер». Прежде, если ты вынул прежде сам, ну, молодец. А если не вынул, то и молчи, конечно, начни с себя со своих грехов. Можно мне тоже немножко вставить? Можно. Вот слово, есть такое слово «окормлять» и «окармливать». Действительно, как Игнат Тихонович сказал, есть слово «окармливать», то есть не «окармлять», это значит «кормить», «перекармливать», там, иногда «яд» давать в пищу, значит, добавить лишнюю пищу, вредить, делать пищу вредной, ядовитой, «окармливать», это «окармливать». Слово «окармлять» это не новое слово, это от слова «корма». Потому как бы считалось, что церковь это корабль, который руководится кормчим. А кормчий находился руль сзади всегда. Кормчий стоял сзади и окармлял, то есть руководил кораблем, рулем, рулил, именно рулил. Окармлять от слова «рулить», вот, вести корабль, а не перекармливать. Есть два разных слова. Есть слово «окармливать» или «окармлять». А вот «откармливать» это да, это просто здесь перер... А слово «окармливать» есть. Это другое слово. Слово «окармлять» другое слово. Два разных слова. Понятно. В церкви слово «окармлять» есть. А «окармливать» это да, перекармливать, обжирать, отравлять пищей вот этой лишней. Вот какая вещь здесь. Ни одно и то же просто получается. Посмотрите в словаре. Прослушайте. Да, вот «окармливать» я сейчас нашел. Да. «окармлять» правильно. А «окармлять» тут... Это слово «карма». «Карма». Ну, задняя часть корабля. Где находился руль. Стоял кормчий, кормчий. Это шофер по-нашим, скажем так. Рулевой. Он окармлял. Вот и все. Простите мне, грешно. Можно Игорь Дугунов? Да, но я вот прежде спрошу вопрос. «Окармлять» если «окармлять» и там направлять, руководить, править, то какое это отношение к причастию? Причастию? Да. Ну, к причастию это какое отношение? Если корабль, он нередко у нас церковь, она нередко как бы с кораблем сравнивается, да, что во главе корабля стоит кормчий. Вот, окармлять. То есть человек, ну, священник, который человека, который ему доверяет, он, естественно, который доверяет, священник, он окармляет каким образом? Он на кого-то должен накладывать и пяти мюр с рассуждением, кого-то не допускать к причастию, кого-то допускать к причастию, то есть ну, руководить, кому-то давать мудрые советы, кто спрашивает. Причастию, ну, опосредованное отношение, ну, какое опосредованное, то есть если человек согрешил какой-то, имеет себе какой-то грех тяжкий, то его действительно к причастию не допускает священник, должен не допускать, ну, и не допускает, я и доположил. Это в идеале, брат, но на практике мы часто слышим, кто еще не причастался, он ее знать не знает, видеть не видел, она даже на исповеди не была, он ей причастие дает. Что он накормляет или накормляет? я не видел такого, я такого не видел, я могу сказать вот за свою общину, вот я, там такого нет, там, но, как бы сказать, священник поступает, все, все там причащаются все знаемые, ну, может быть, кто-то приходит и, но с улицы вряд ли, у нас нет такого. Священник, он стоит, он причащает, он не спешит, вот, не то, что там двоих причастил, там раз, скорее в алтарь бежать, нет, он стоит, причащает, пока все постепенно, медленно не подойдут. Люди разные подходят, да, бывает, я видел, которые, не буду воспринимать, прихожане, которые ходят постоянно, трудятся даже при храме, и те стоят возле, уже пожилая женщина отвернулась там и со своей подругой разговаривает, смеется, непосредственно перед самой чашей, и так, там, в двух метрах от нее, или в полутора, и такое я видел, есть, но, как бы, это все равно не чужие люди, она была на исповеди, она ведь, но это неправильно, но судить я ее не могу тоже, потому что Господь судья, в сердце имеется, прости меня, Господи. Брат, ты, как бы, не плох, пожалуйста. Я хотел сказать, вот вы тут, это, копья ломаете, окормлять, кормить, вы издеваетесь над нами, я так понимаю, что ли, но вы, это, это, это слово, откуда вы все это берете, почему нельзя сказать, блюсти, церковь Божия, как, как в Библии говорится, почему нельзя найти, через это, отновить, святого духа и воды, как Господь говорит, в третьей главе в Ангелеотанах, что вы там зацепились за это, как правильно, Игнат Иванович вам говорит, окормлять, говорят, окормлять, слово, к причастию бы, это относится больше всего, а то сзади стоит священник, рулит, кормит, до такого сроду не было нигде, чтобы слово кормить, это было слово, относящееся к рулевому, всегда был рублевой, направляющий и так далее, и тому подобное, это, чтобы говорить об этом, нужно знать историю, вот, всегда была корма, и в корме стоял рулевой, и от этого пошло с древности, с древности, не сегодняшний этот день. Ну, ладно, да, действительно, я посмотрел, с говори, окормлять, это, да, корма, корабль, рулевой, есть такое толкание, а кормить, это вот, русский, и не надо еще знать, по моему историю. Да, именно так и есть. Здесь я с тобой сожжаюсь. Скажи, вперед двигайтесь, она там... Ну, брат, Сергей, ты уж прости меня, ну, давай, дальше, а то... Да, не вопрос. Читай, дальше. Пашенька. Да, читаю. Яко, четвертая глава, 14-15 стих. Правильно, да? Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Толкование, блаженый филатер. Показывает суетность нашей жизни и пристыжает нас за то, что всю жизнь проводим в суете, что весь труд наш истощается на превременное зло. Подлинный человек, ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38, 7 стих. То есть, суетится над тем, что не существует, а представляется, как бы призраки, или над тем, что не самостоятельно, но составляет, как бы подобие и изображение истины при успевающей жизни. Пар есть мрачный состав, происходящий от сильного жара и влажности, и имеющий самое краткое бытие, ибо по причине крайней тонкости скоро исчезает от соприкосновения с окружающим, вступая вонное и разлагаясь, подобно тому, как бы небольшая часть влаги в воду. Вот чему подобил апостол жизнь нашу и весьма прилично. Все, это нестолкование. Так, по этому стиху желающие высказаться есть. Идем дальше. Так, Валерий, следите по описанию, можете 16-17 стихи прочесть? Тогда я прочитаю. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Алкование. Гордый и гордость занимаются не настоящими предметами. почему и называется гордый. Что значит, живущий в заблуждении или обольщении. Всякое подобное тщеславие есть зло. Если же оно зло, то происходит без сомнения от лукавого. Но тем, которые через святое крещение предали себя Господу, не следует принимать посеваемое лукавым. Опять разумляется лжеучителей, чтобы не смели тому учить, чего не исполнят прежде сами. Ибо блажен сказано не тот, кто научит, но тот, кто сотворит и научит. Сказано в Евангелии от Марсея, 5 глава, 19 стих. Так как дела должны предшествовать словам, чем и возвещает праведник веру являемую. Посему и сам Бога-человек сначала стал творить, а потом учить. Деяние 1.1. Такая, по моему мнению, мысль в сих словах, «Хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1.31. То есть подобным Господу в нем, имея учителя и пример. Сходно с тем и Давид говорит, «О Господе похвалится душа моя». Псалом 33.2. «Не иное, что говорит, как сие. Желал бы я похвалиться тем, что хожу по заповедям Господним». Вот чем хвалиться нам нужно, что «Хожу я по заповедям Господним, я соблюдаю заповеди, и этим хвалиться желать нужно». Так ты скажешь, что в прелести он начнет там. У тебя же и в гордости обмять, что как же ты сам себя хвалишь, самохвал. А скажет этот человек по зависти грешник, который завидует праведнику. Я так думаю. Но и возвышаться праведнику над грешником не нужно. Нужно грешнику помогать искренне с любой и вытаскивать из этой крыши на болото. А не так, как фарисей. «Благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь». Все, он уже надменность упахнул от него. Вот он уже. Мы молимся «Отче наш, а не отче мой». А вот фарисей он так он уже рядом стоящего мытаря не видел. Слова Режегова. Кто-то хочет сказать, может быть? Так продолжаем. Вот по 17 стиху можно сказать, да? Ну так кто разумеет делать добро и делает тому грех. Вот как говорится, возлюби Господа всем сердцем своим, всем разумением своим, и всей крепостью, ну знаем, да? И здесь вот человек, который разумеет делать добро, как говорится, отвратись от зла и сотвори благо, да? Стой благо, и не делает. Тому грех. То есть я думаю так, что находясь в церкви, если кто не выполняет то, что обязан выполнять, понимает, что это добро, но не делает, тому вот грех получается. Если мы не отвращаемся от зла и не делаем добра, знаем, что это добро, и не делаем, то грех. Прошу прощения. Пятый стих, да? Я прошу прощения, я могу взять немножко смелости и тоже кое-что сказать. У меня муж неверующий, но я пришла к вере уже здесь, в Германии, прочитав Библию. И когда я начинаю или хочу от всего сердца кому-то помочь, он сильно меня ругает за это. У нас в основном большие скандалы за это. Потом я ухожу, молюсь, конечно, все приношу Господу. Меня всегда подбадривает история о Бигай. Она пошла навстречу Давиду и все-таки принесла жертву, чтобы не случилось что-то плохое. разозлился. в основном я если ну и у меня была такая ситуация, что я помогла бедной женщине здесь в связи с этими азиолянтами. вот и она была с двумя маленькими детьми и муж меня увидел, что я ей дала какую-то помощь и он сильно разозлился. Тогда он просто как бы я побоялась даже что-то произойдет. с того момента у меня просто опустились руки. Я уже думала ну наверное может быть я действительно неправильно сделала. и потом как бы всегда затрудняюсь что-то ну если вижу добро и не делаю я стараюсь как бы очень осторожно вот может быть у кого-то будет мне посоветовать я была бы очень благодарна. Я как уверовала не так давно но как уверовала я имею ввиду библию стала читать годы тому назад и очень жажду и очень рада когда я что-то слышу для моего назидания вот и попрошу не судите меня строго я вот как бы у меня еще пять деток если они будут немножко шуметь то это я попрошу извинения буду шуметь микрофончик просто отключать и все кто хочет ответить Игнать Тихонович ответьте вот пожалуйста сначала впереди то что было сказано никакого исследования слова не надо давать вы время тратите страшно много не на исследования а о том как понимает народ опуститесь маленько к народу слово окормлять имеет откройте слова Режикова перекармлять отравлять другого нету и когда я спрашиваю в газете написали непархиальные вот этот священник отец Дмитрий окормляет воинскую часть казаков на границе я говорю что означает окормляет а вы что не знаете но я говорю узнать причащает он приехал с чаши никакой кормы не надо просто перестаньте эту грамоту свою совать здесь я спрашиваю вы в тюрьму ходите да я окормляю кого окормляешь то ты ни один не рассказывался наркоманы были гомостерциалисты оставили пришел 270 женщин только четырех он не окормил они были на работе всех окормил преступницы по два убийства есть что прищищает никакого другого значения нет в животе узрим свет народ знает живот это пузо брюхо ну замените жизнь в жизни то люди выходят надо поп пузатый про свое пузо поет маленько оглянитесь что делается зачем нам эта грамота объяснил правильно все но смысл остался тот же самый священники никогда никакой кормы здесь не имеют ввиду только прищищение он с чашей приезжает вообще нет другого смысла а это для себя для галочки что мы знаем женщина которая хочет помочь вот а ей не разрешают вопрос стоит чьи средства твои или мужа если мужа не посягай это у зарешительница Анастасия это олимпиада одна из близких саратис помочь Сиана Златоуста им мужья препятствовали но они молились это их достояние было и они заблокировали с разрешения царя и наложили они в это и он не имел права ни под каким видом взять она молилась а Христогон ее учитель присвитер сидит в тюрьме она слышит от него воздыхание а что учитель воздыхаешь будет праздник на нашей улице он поехал в командировку утонул счета разблокировали и теперь она пошла у зарешительницы выкупать и поэтому молитесь но знайте если это ваши средства и он их блокирует его ждет печальная участь это было олимпиады в житиях это сплошь и рядом молятся и Господь встает на встречу имения даны для того чтобы не копить их а отдавать деньги значит на один день говорит они даны тебе к вечеру растрать их вот смысл какой заложен отошел еще кто-то хочет что-то я добавлю немножко самое большое которое человек должен делать добро это благовесто людям о Христе сидящем в тьме а если он это не делает то это ему меняется в грех все так время у нас час прошел можно задавать вопросы пожалуйста вопросы есть братья тогда продолжим а пока будем читать может быть у кого-то что-то еще и согреет 16-17 стихи только что прочитали прочитали тогда пятая глава пятая глава первый стих считает и Сергей послушайте вы богатые плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас богатство ваше один стих сейчас толкование потом продолжим так толкование бережливость и скупость богачей нередко заставляет их плакать но апостол заставляет их рыдать то есть сильно плакать о том что они собирают богатство свое на искление и не раздают его нищим ибо богатство не погибает только в том случае когда и сдерживают его на бедных исиас 11 1 отпускай хлеб твой по водам потому что по прошествии многих дней опять найдешь его то есть намнимое разрушение и тление ну ну ничего здесь надо заметить что богатые нищие и бедные тут разные они бывают то что сегодня у храма стоят по прошайке я не дам им нет Игнать Тихонович рассказывал это вот ихняя профессия попрошайничества в свое время и статья даже такая была это потворство греху они не работают просят за чешой еще дармоеды а как узнать ну подойди поговори спроси имел такую возможность подходил разговаривал просят на хлеб а бегут за бутылкой в магазин тут же вот ну а вот сестра из Германии вот ну понятно там то есть надо разделять кому додавать еще на что может быть эта милостыня во грех еще будет не туда направлено будет я согласна с вами я потом это поразмышляла над этим но так как мой муж вообще никому не относится позитивно или положительно он никогда не разрешает мне что-нибудь сделать но я подчиняюсь я конечно это понимаю принимаю это с радостью но деньги деньги на его или ваши вы тратите на бедных ну вы понимаете я приехала в Германию с Кишинева я сама уроженка Кишинева я здесь только замуж вышла но он тоже на обеспечении сидит государство так же как и я я мать пятерых детей и он как бы тратит общие деньги как бы у него нету больше прав чем у меня он и поэтому получается что я завишу от него хотя должно быть наоборот но я это отпустила от себя я как бы сказала хорошо ты управляешь бюджетом не проблема но ты должен не задумываться о моей духовной жизни о моих духовных нуждах но он сам из семьи баптистов а я православная но я просто читала читая библию я пришла к разумению божьему но я увидела что я как бы ну у меня религия как бы была в основном но я потом уверовала и стала ходить здесь в основном протестанты только баптисты или евангелисты вот я посещала три года баптистскую церковь а потом я поняла что там не как-то ну не то что не знаю как сказать вот и мы сейчас встречаемся в семейном кругах таких и мы сейчас имеем серьезные проблемы например как брать нам принимать вечерю да и я начала искать на это ответ и поэтому я как-то попала на Игнатия ну вот по интернету я услышала как он разговаривал с мусульманкой потом я попробовала там еще какие-то мне понравилось больше и больше и я на православие посмотрела другими глазами как бы да но я думала что вот они немножко ошибаются там с иконами и туда-сюда вот мой муж категорически против он говорит ты же знаешь ты читаешь библию как ты можешь в иконы верить и он сильно противостоит всему потому что он сам из бортийской семьи я говорю ну если ты послушаешь ну ты можешь сам сделать выводы никто там тебя и я сама ищу истину я тоже хочу узнать побольше но у нас очень большие противоречия он он очень много знает о Бибе но он живет ну совершенно противоположно но я не сужу его конечно но мне очень-очень больно за моих детей что он может как бы духовно им ничего не дали и у нас большие конфликты с этим воспитанием все понятно у нас в общине как раз сестра вот которую Игнать Тихонович посещал вот воскресенье кстати как она вот расскажите тоже она муж у нее баптист она православная и дети напополам у них как у нее здоровье Игнать Тихонович теперь хоть на ногах они не пополам четверо православными старшая дочь жена священника младшая диакона работа большая я ее хотел записать там но оказалось на мне халат с каким-то значком который нельзя давать в интернет теперь будем замазывать или как дело вот в чем это к Наталье я говорю из Германии вы знали куда пошли в первую очередь вину берите на себя теперь поговорите с ним вы зайдите зарядите по-русски в Яндекс Гугл сайт во свете Библии Игнатий Лапкин и там на первой странице к истинному православию книга открыта и на нее откните и там милостыня о милостыне там все для вас сказано все если он не разрешает не посягайте на это пока потерпите потерпите ваше желание Бог знает иначе ваше положение будет совсем хуже муж распоряжается средствами а не жена если общее средство поэтому умолите Бога и он к вам как-то расположится как я не знаю но я знаю что Бог обязательно вам ответит потерпите Христогон говорил и будет праздник на нашей улице Бог как-то сделает а его если он уже не желает оставьте в покое окажите ласку внимание у нас поговорка у русских есть ночная кукушка перекукует дневную вы рядом бываете в ночное время вот тут ему нашепчи чтобы он не пожертвовал самим собой ради жадности или чего-то я не знаю обстановку но кому дать как дать сколько дать возле церкви просят не разрешается без стабильной безмирной грамоты возле церкви подавать нельзя запрещено а теперь Бог разберется прочитайте наш материал там жития святых каноны церковные это люди говорят которые ничего не знают не понимают а вы прочитайте наш сайт открытым оком во свете Библии отошел спасибо большое вопросам еще маленькое слово разреши разрешаю вот вы до этого говорили что есть вот мне прислали Ника это видимо Ника это такое имя Сквас пишет по поводу причастия это точно батюшка прямо силком заставляет причащать и говорит что раз в неделю надо обязательно причаститься даже и такое наблюдается что человек зашел а не успел на исповедь или вообще не знает что такое исповедь и батюшка прямо перед чашей во время причастия накрывает его петрахилию и тут же причащает исповеди никакой нет что же будет 4 вопросительных знаков если такие страшные последствия недостойно причащающимся что многие больны немало умирает почему это делает священник ответ ответ потому что убийцы меня вот спрашивают почему так говорите если это ну так какие доказательства слушайте внимательно я ничего не буду придумывать а просто просчитаю вот на первом месте у кого есть ручка запишите патриарх Алексей второй Ридигер говорит двоеточие прямая речь каких бандитов принимают церковь бандиты это священники настоятель превращается в диктатора все чаще поступают жалобы на то что от священников пахнет водкой и табаком нередкий случай как мне известно из ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного Господь Христос предупреждает не можете служить Богу и мамоне невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли патриарх Алексей второй материал официальная хроника московской патриархии номер второй 1993 год страница 18 номер 1 3 94 год страница 34 38 бандитов напринимали в церковь и что они окормляют вот беда то где а что сделать знаете каков поп таков и приход поговорка мы заслужили больше нашел бы худший но не нашлось и надо плакать и молиться учиться плакать наше положение не просто аховое смертельно опасное воюют против истины против Христа как Златоуз говорит как будто бы мы осмелились воевать если бы кто-то пришел с гор как Златоуз говорит и узнал бы нашу жизнь и зная Евангелие то более злых врагов он не нашел бы все напротив идет и что делать не знаем говорит никто никому пособить не может пособить Я Златоуз положение такое что нужно учиться плакать в два ручья практически первые слова считаю каких бандитов принимает церковь а как в верте прозбойников превратили и мы все защищать будем ответ один мы заслужили это Господи и дай нам слез оплакать это быть может что-то изменится но пока признаков никаких нет все идет гибели отошел еще вопросы пожалуйста вот у меня вопрос что значит бооставление грехов когда говорится о причастии вот сама вот эта частица что означает так вот по-русски кому вопрос ну вам ничего этого в Писании нет это пришлось веками и если вы откроете четырех евангелистов где говорится в мое воспоминание и говорится все чаши кровь за вас изливаемая невыпиваемая это все перевернуто изливаемая она на Голгопе только была священники это всю Голгопу мысленно сказать перенесли в чашу и теперь кровь только то люди знают в чаши батюшка прищищает кровью не знают я работал в церкви вот здесь в Пахровском соборе дворником несколько лет я не могу сказать что делается до конца это невозможно просто в туалете в туалете вылавливаем при счастье не стоит я был моряком знаю что такое он вперед смотрит поэтому что в оставлении грехов считает священник это не евангельское это прилепили с другого места нет этого придумали монашество так как второе крещение да где это видно когда оно едино крещение все исковеркано вы посмотрите если не знаете что то когда венчают абсолютно почти ну редко-редко сделают правильно венцы не надевают на голову сзади идет у него мужчина там дружок а у ней дружка да где это видно венчания то нету венец на голове должен быть а не в руке чужого человека который сзади идет ну тут на глазах все сколько о крещении говорит вот сейчас говорим один за другим иерархи русские я выставил материал два дня назад какие архиепископы митрополиты одесские там только в полное погружение никакого другого значения нет трехкратно это значит трижды означает тридневное воскресение Христова ничего этого нету нету стоит человек одетый мокрой ладошкой мы что совсем ошалели не видим что делается охота хорошими выглядеть пойдете в то же самое место не удерживай меч Господень от крови иеремия 48 10 проклят кто удерживает наказание где-то рядом все будет сожжено это я вам свидетельствую согласно Библии по-другому не будет Господь говорит не вечно духом моему быть пренебрегаемым не вечно я устал миловать говорит Господь вот какие слова нужны почему пророческого глаза в церкви нет вообще нету никакого боятся друг друга а ты не бойся восстань скажи придумали как осуждают ты за Бога восстань так сказал Господь именем Господнем запрещаю тебе это делать патриарх грозится архиереи грозятся кто не будет крестить примем самые строгие канонические меры ничего не принимают это отмазка это обман а у нас условий от каких нет условий у баптистов есть условия крестят у старобрядцев есть нет только у патриархийных условий покрестить он говорит обыкновенная бочка и уже покрестили бы вот это мощение не признают ни апонские монастыри сегодня ни воины оценецки библия святые отцы никто не признает и продолжают потоком так и идти все наше изучение должно свестись к тому найти правду восстать за нее в полный рост крестит батюшка говорит ухвати его за руку останови перестань безумствовать говори еще вопросы ну вот еще еще же вооставление грехов это для того чтобы грехи простились или для того чтобы от них избавиться или Сергей написано кто не будет причащаться не будет иметь в себе жизни а тут они мертвы выходят то есть причастие никакой роли не играет кроме погибельной это понятно но мы сейчас не о причастии и взяв чашу и взяв чашу и благодарив подал им и сказал пейте из нее все ибо 28 стих ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая вооставление грехов вопрос что такое вооставление грехов то есть понятно что Христос умер за наши грехи и мы и как бы и Христос ну вот объясните мне вот это не совсем понятно чтобы человек отстал от грехов для этого указывается на то что за тебя умер Христос а ты продолжаешь решить как тебе не стыдно или как Сергей ты меня спрашиваешь ну да абсолютно точно говорится изливаемая я не использую что она изливаемая я не про чашу говорю что такое вооставление грехов чтобы человек отстал от греха это кровь которая изливается на голгоф и без пролития крови нет прощения грехов мы принимаем его жертву он умер за наши грехи по писанию это все применили к чаше этого нет в писании нигде и мы должны согласиться с этим вопреки писанию и те это смерть а причащается только для того должен сказать чтобы иметь в себе жизнь но отходя от причастия люди не меняются выходит и тут же закурил прям тут же сразу и священники говорят если готовиться к причастию в этот день курить нельзя только и всего в этот день нельзя абортницы идут цыгане все подряд причащаются все эпидемии нету это явно что-то не то и только макарий александрийский видишь что причастия нету а демоны ходят по храму и причащаются в уголь в рот толкают 19 января открой житей прочитай почему об этом молчат почему а я благословляю бога проклинаю ваши благословения малахи 3 глава соедините все вместе вздрогните начните плакать дебунов можно я можно тут что-то было со связью я не мог я хотел я хотел на Иакова 4 глава 16-17 стих вот тут написано вы по своей надменности тщеславитесь и так далее а в толковании написано так но тем которые через святое крещение предали себя Господу не следует принимать посеиваемое лукавым а у нас получается сейчас вообще вся страна а не только там святое крещение можно сказать никакого крещения нету потому что крещение это погружение в воду погружение а у нас идет только мочение вот я не знаю сколько людей из которых сейчас мы вышли сколько погруженных столько моченых и те кто моченые они не могут сказать что у них есть святое крещение а раз нету святого крещения то и надменность и тщеславие и все остальное прочее естественно оно прилипает быстрее к этим людям которые не имеют истинного крещения поэтому священники которые не брегли об этом должны покаяться во первых это раз и всех найти кто кого они кресили вот насколько возможно и тогда все сдвинется с мертвой точки а пока все что относится к надменности и тщеславию относится к священству ну и к учителям еще безможным особенно те которые православные преподают эти учения в школах все а если неверующие люди сколько раз им говорить они не верят неверующие вопрос сколько раз говорить неверующим людям чтобы они умировали во Христа ну да они не верят говорят что хочет ответить ну я дыбунов Игорь могу ну Христос сказал идите научите народы если человек не хочет учиться то вы как его заставите вот поэтому у нас благовестие такое странное многие говорят а что вы там делаете мы распространяем Евангелие те люди которые желают что-то узнать мы с ними беседуем рассказываем о Христе это называется евангелизация благовестие благовесть то есть что написано в Евангелии нужно нести в народ вот мы это и несем в народ если у вас есть такая возможность идите по улицам переулкам наполняйте пир отца нашего господа они говорят это это говорит нормальный это из моих родственников нормальный человек не может вернуть говорит ну а дальше уже начинается господь говорит так не бросайте жемчуг перед свиньями ибо они повернутся и будут попирать его поэтому сказали раз два написано еретика после второго первого второго раза отвращается это опять же зависит от того как они если издеваются над словом Божиим поносят слово Божие не вас вас они могут поносить нас людей христиан а если они на слово Божие замахиваются ну там оскорбляют или так говорят да мы сами напишем сколько хочешь евангелие и давай ты теперь живи как мы тебе скажем ну то есть много всякой дури говорят и тогда ну с человеку все засвидетельствовали отходите дальше а родственники это все только начало вы сказали родственникам все отстаньте от родственников идите дальше вот я когда уверовал я поехал специально вот отсюда из Барнаула а жил в Красноярске я поехал специально в Красноярск и там говорил со всеми знакомыми там одноклассниками ну кто мне был там близок и со всеми я переговорил всем рассказал о Христе расставил все точки над их осталась мама у меня уверовала сильно сестра ну через время тоже уверовала сейчас в церкви они ходят мама даже ну и крестилась троекратно а сестра пока что моченая не понимает дальше что нужно креститься истинно ну вот так все а такие вот друзья знакомые есть некоторые серьезно отнеслись а другие насмеялись и так же вот как у вас там кто-то инопланетянин кто-то в инопланетян верит кто-то там в дух каких-то которые летают которые летают всякие есть люди тоже вокруг меня и я пошел дальше потому что Господь сказал идите и проповедуйте рассказывайте вам нужно выйти дальше просто идти уже вы выросли из коротких штанишек видать хорошо знаете слово Божие поэтому вперед идите выходите прямо в народ становитесь у магазина где-нибудь и начинайте людям говорить насколько возможно о Христе о Евангелии о Слове Божьем что его исполнять надо и креститься истинным троекратным погружением в воду руками истинного православного батюшки попробуйте такового найти раньше говорили эти вот психиатрии они говорят ну ты говоришь веруй но не афишируй не афишируй свою веру ну это вот к Игнату Тихоновичу можно обратиться он в психиатрии пролежал долго его там лечили кололи даже и так далее я знакома в психиатрии знакома ну вот видите сейчас и никто не скажет что он где-то там лежал кололи его он был верующим остался верующим распространяет слово Божие дальше и вы тоже так же трудитесь берите себе пример вот пример нашей жизни и вперед идите я-то не голословно говорю и вам могут подтвердить братья которые здесь вот Сергий тут у нас есть он это знает брат Виктор и сестра его но остальные все ну а вот еще Игорь с Юлей они тоже ходили прям парой ходили громче говорили я дополню одно местоописание если вы сказали неверующим и они не принимают есть местоописание что если закрыто благоествование Христова то закрыто для погибающих все ну а еще говорит один говорит я-то не просил что распинался Христов за нас я-то не просил чтобы он за меня распинался ну это уже отстаньте от него подожди можно это я скажу дело все в том что человек он вот сейчас один а потом какое-то горе или может сильная даже радость и он может поменяться то есть вы вот сейчас вы сейчас отойдите на время от этих людей ну знаете такое бывает но любовь должна быть взаимная любите друг друга написано вы любите их вы пытаетесь им рассказать о Господе они вас не принимают они вас не любят в этом плане поэтому вы не то что от них отойдите совсем а посмотрите на их жизнь написано праведник смотрит на жизнь нечестивых чем она завершается и всегда нападением завершается вы смотрите на их жизнь и в нужное время попробуйте подставить свое плечо когда им будет тяжело они же реально с вами а сами идите и благовестуйте другим людям вообще другим незнакомым людям вот они стоят на улице какие-то парнишки девчошки бабушки там дедушки подходите ну чтобы не пьяные были конечно подходите беседуйте с ними у нас сестры этим занимались подходят берут место писания Господь повсюду и везде сейчас провелевает всем покаяться или еще какое-то место писания вот так возлюбил Бог мир что отдал сына своего ненародного дабы всякий верующий не погиб но имел жизнь вечную ну найдите себе какое-нибудь слово спасибо благодарю спасибо спасибо а любви спасибо могу я тоже что-то добавить я когда тоже уверовала я стала носить везде в общественном месте платок и я тоже говорила людям о покаянии тоже разговаривала с ними они конечно увидели большое изменение во мне тоже начали говорить что-то произошло с ней но я этого не стеснялась а потом вот как бы братья подошли ну говорили что это только на молитве нужно зачем ты носишь всегда и тоже в Коринфянам стоит как бы пророчествующая женщина да там молящаяся и пророчествующая вот я хотела спросить Надежду она всегда так выглядит и на улице и дома или как она вот ходит и проповедует людям я всегда не проповедую это раз а второе на улице у меня такая шапочка ну такая вот шапочка у меня в общем вы как бы имеете ввиду зимой а летом нет ну летом я вот одевала платок но не всегда скажи кончилось не всегда брат Сергей время вышло молимся достойно есть без всякого истинного блажите тебя Богородицу пресловно и пренепорочную и Мать и Бога наша гад очистничаю херувим и славнейшую без сравнения с херахистом есть истинное Богородицу хорошее сущность и благородицу и святых вновь аминь господи господи божий отец наш небесный мы просим тебя во имя иисуса христа спасителя нашего умершего до нас на голговском кресте услыши и прими наши молитвы ибо слово твое говорит что нивы побелели отделателей мало вышли истины служители виноградники твои ибо пастыри испортили виноградник время приблизилось ступить за церковь твою господи и распусти нас миром если еще мы погрешили здесь в словах своих прости нас и помилуй и приготовь нас к посту чтобы мы с радостью встретили пасху твою пасху христовую истинную тебе боже слава за все отец сын и святой дух аминь 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 спаси христос выпущи нас с богом братья предлагаю гимн спеть как вы на это смотрите я в интернете на форуме я не знаю точно кто слова написали и выставили где твердость руки и сомнения нет вот я придумал музыку где твердость руки и сомнения нет в крестовых пресветлых путях нам путь освещает лишь библии свет в земных и небесных мирах должны мы нести слово божье в сердцах всем людям планеты земля забытые строки из уст мы в устам предметом глаголем отца во свете библии поем об истине мы путь прокладываем свой стране что близкою зовем российскую ведем мы православный бой где пали в грехах забыв божий страх правители нынче в слезах ты смело шагай и не унывай других на пути наставляй направляй престолом пути нам нужно идти пройти километры дорог мы слышим вперед труба нас зовет и это все делает Бог во свете Библии поем об истине мы путь прокладываем слой стране что близкою зовем российскую ведем мы православный бой во о сколько врагов и сколько друзей о Боге ты не забывай ты в жизни своей все преодолей лишь к Божьему слову взывай оно тем сильно и сердце твое звучит все ясней и ясней ведь Бог свет создал из ничего и в мире всем станет светлей во свете Библии поем об истине мы путь прокладываем свой стране что близкою зовем российскую ведем мы православный бой стране что близкою зовем российскую ведем мы православный бой Аллилуйя слава Христу Господи спасибо Господи